продолжаем рубрику переверстка и в этот раз у нас дэшборд от читателя блога он прислал его попросил узнать что здесь можно улучшить какие здесь проблемы и собственно взять его в эту рубрику этот дэшборд посвящен ретеншину пользователей в приложении и подневному количеству новых пользователей перед которые пришли наше приложение и стесно осматривается как и в каждой когорте эти люди дальше пользуют приложение возвращаются они в него или нет при этом это можно смотреть только не только по своему возвращению еще по разным экшеном то есть зависимости от того экшен который мы выбрали мы смотрим выполнили это часть людей этих первый день и соответственно выполнили эту часть из этой когорт этих людей в какой-то другой день довольно классический дэшборд про ретеншин когортный анализ все дела давайте посмотрим какие здесь есть проблемы первая штука на которую хочу обратить внимание и она свойственна вообще всем когортным анализом которые делают очень часто здесь идет подсветка просто по абсолютному значению ретеншина в этой нашей когортной матрице эта проблема в том что у нас с вами всегда самое большое значение ретеншина всегда будет самый первый день в тот момент когда у нас собственно все люди пришли воспользоваться нашим приложением из-за этого мы никакой аналитики не получаем мы так знаем что да люди поставили приложение они скорее всего выполнили какое-то в нем действие соответственно для того чтобы это было более аналитично и нам подсвечивали какие-то интересные вещи на самом деле правильно когортный анализ подсвечивать не по абсолютному значению а по отклонению среднего значения внутри столбца то есть если у нас здесь есть значение 1.7 оно больше в среднем чем остальные в этот день это значит что на него стоит обратить внимание или значение 0.8 которое маленькое оно тоже меньше чем остальные в среднем в этом столбце и соответственно стоит на это тоже обратить внимание а нам цвет сейчас это не помогает делать очень слабо проявляет нам бы именно сделать подсветку поэтому по процентному отклонению внутри одного столбца от среднего значения в этом столбце а этом метод анализа и такой идея но челкость сарафанов ему спасибо большое за это следующая штука которая здесь не очень хорошо работает это то что у нас есть флоутинговый элемент с retention curve который посвящен на по сути той же самой тем же самом ну как бы та же самая него ось x что у нас и у нашей когортой матрицы но при этом ангета висит отдельном уголе в уголочке и довольно сложно это провязать хотя может что можно было бы как-то их вместе совместить например и эта история еще просто плоха тем что это флоутинг чисто технически возможно эта штука будет наезжать кого-то на экраны друг на друга и так далее если уж мы говорили про флоутинг то здесь в целом все верстки сделано чисто технически не очень правильно если мы зайдем посмотрим что-то в глауте то мы увидим что у нас на самом деле основная часть дешборда сверстана через style элемент это тоже проблема потому что это невозможно настроить нужное значение точно в пикселях наших элементов это будет неудобно ну и вместо паддингов например используются бланк элементы что тоже неправильно также чисто технический момент история что у нас есть не удален layout для телефона его стоит дропнуть я думаю что никто не будет пользоваться этим на телефоне и также есть автоматический размер дешборда что тоже не очень хорошо потому что его могут открыть на очень большом мониторе либо на очень маленьком и это тоже все превратится в тыкву что еще стоит здесь отметить здесь не очень интересная история с тем что нет заголовка дешборда и да дешборда те штуки которыми люди пользуются каждый день и все такое но я думаю что все равно наличие того простого заголовка здесь бы сформировало нам понимание зачем мы пришли особенно это важно для новых пользователей также если говорить про какую-то историю с так скажем по стори тейлинговым контекстом то здесь есть замечательная документация очень классно что она есть но на самом деле она занимает довольно а много места бы если чат к ним пользуется каждый день раз у нас есть ежедневная когорта скорее всего так и но есть думаю эта информация не так важна на ежедневной основе я бы ее куда-то спрятал выбирал еще здесь есть история что это вырублено по центру центр центр центральное выравнивание акцидентные выравнивания его не стоит применять в таком случае чего здесь еще не хватило здесь еще есть собственно наши фильтры которые позволяют нам выбрать какое-то приложение какой-то и тэншн экшен и нас она никаким образом не побуждает выбрать что-то из этого когда буду переверстывать покажу как с этим работать то есть нас сейчас применяется принцип пассивной фильтрации то есть если мы хотим узнать что происходит с каким-то приложением каким-то конкретным нам придется их перещелкивать и видеть изменения в данных и пытаться запомнить для того чтобы сравнить их между собой например у нас здесь вот ретеншн этот нормальный или нет надо перейти в другое приложение и соответственно сравнивать между собой таким образом при переключении что неудобно то есть такая штука с пассивной фильтрации работает только когда мы знаем что мы пришли за каким-то приложением конкретно из-за какой-то конкретный в каким-то конкретным экшеном но это обычно не всегда так то есть мы хотим на самом деле проанализировать их сравнить между собой ну в целом на этом более-менее все здесь еще само расположение фильтров такое не очень удачное недалеко друг от друга расположены и например можно просто потерять у нас сейчас выбран конкретное приложение экшен на этом не очень внимания пользователя в остальном наверное зацит давайте переделаем эту работу и а и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот что у нас в итоге получилось. Давайте посмотрим, какие были сделаны изменения. Был добавлен заголовок. Ну, здесь какой-то даме. Его, наверное, может быть, как-то можно было сделать более релевантным для конкретного бизнеса. Я не знаю задачи, поэтому назвал его просто Retention Dashboard. Можно было назвать как-то чуть более понятным для пользователей. Но в целом заголовок появился, и он дает понимание, на что мы вообще смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все метаданные насчет того, как считаются метрики, были вынесены сюда, в всплывашку. Это хорошее решение для тех дэшбордов, которые используются часто. Когда это тебе нужно узнать один раз, потом ты можешь не использовать. У нас есть один фильтр, который просто такой базовый какой-то. Он должен здесь в правом верхнем углу. Он действует на все. Он просто переключает как раз тот режим, который ты хочешь. А вот вместо тех фильтров, которые раньше здесь были, появились две визуализации. Это тепловые карты, которые позволяют тебе заранее действовать по принципу активной фильтрации. То есть ты, смотря на эту визуализацию, можешь выбрать и найти те интересные моменты, которые у тебя есть в бизнесе. Например, видно, что у нас как приложение номер 4 работает хуже, чем приложение 2 и 3 в первый день. Поэтому мы можем, наверное, на него кликнуть и сразу увидеть, а что там именно проседает. У нас все перестраивается по этому приложению, и мы можем увидеть, какие именно шаги проседают в этом приложении, ну и также посмотреть конкретную когортную матрицу для него. То есть таким образом мы не просто даем человеку фильтр, а еще и заранее подсказываем ему, какой фильтр он может выбрать, который вас интересует. Ну и то же самое здесь с экшенами. Мы можем посмотреть, какие экшены у нас действуют лучше всего. Опять же, в каком приложении они сразу фильтруются и так далее. То есть получается такая очень удобная кросс-фильтрация, и эта штука позволяет нам заранее выбрать интересный нам срез. Дальше у нас есть история про то, что здесь используется как раз обычная цветовая легенда по абсолютам, потому что мы сравним именно абсолюты между собой. Хотя, возможно, здесь тоже можно было подумать в сторону сравнения именно по столбцам, но чтобы не было пользы, то есть я бы здесь скорее оставлял абсолюты. В самой же конкуртной матрице мы как раз изменили способ расчета, и теперь мы показываем не абсолютную подсветку, а именно подсветку по среднему отклонению от столбца. Это делается с помощью вот такого вот расчета. Мы, по сути, берем значение самого retention, отнимаем от него среднее по этому столбцу с помощью функции window average, и потом эту разницу делим на, собственно, среднее значение по столбцу. Ну и дальше кидаем это в цвет, и надо только не забыть настроить расчет table down, чтобы это считалось вдоль нашего столбца, а не строк. Таким образом у нас сразу появляются интересные паттерны. Мы можем видеть, что, например, вот эта когорта 12 ноября, она работала сильно лучше в один конкретный день, в третий день, чем остальные когорты. То есть мы сразу прямо обращаем на это внимание. Возможно, мы делали какое-то специальное промо для этого, возможно, что-то еще изменилось. То есть у нас появляется возможность это проанализировать, появляется возможность на это обратить внимание более удобно. Дальше мы уменьшили просто барчарт, который здесь был. Сейчас тут поправлю высоту его. Хочу, чтобы он был идеально выровнен с когортной матрицей. Поправили его ширину, и он такой большой, как он был, здесь не нужен. Дни заменили расположение такое. Там были маленькие фактоиды внутри каждого барчарта. Это довольно красиво выглядит, но бестолково, потому что нам, когда мы работаем с такикой визуализацией, приходится перескакивать через цифры, чтобы почитать лейблы. Поэтому лейблы все-таки лучше располагать отдельным столбиком, значение отдельным столбиком и так далее. Еще, в принципе, саму когортную матрицу сильно уменьшили. И тут такой интересный момент, что вообще хитмэпы, они хорошо работают, когда их ячейка плюс-минус квадратная. Чем более она диспропорциональная, тем хуже будет. Ну и сам такой огромный размер визуализации, который был, он мне очень нужен. Дело в том, что чем больше визуализации, тем сложнее нам ее охватить одним взглядом. А если мы не можем охватить одним взглядом, значит, мы не можем провести аналитику никакую внутри головы сразу. Поэтому в целом здесь небольшая визуализация, она неплохо работает, потому что мы можем на нее взглянуть и сразу увидеть какие-то выбросы, которые нам интересны. Вот это обратное откладывание количества пользователей в когорте я оставил. Это спорное довольно решение. Оно здесь классно выглядит, потому что классно стыкуется с самой когортой. Но, в общем, у него, наверное, есть свои плюс-минусы. И в данном случае считаю, что оно в целом оправданно, нормально, смотрится очень аккуратно, но не рекомендовал бы делать так всегда. То есть стоит об этом задумываться, когда вы инвестируете ОСП, то я бы скорее относился к этому с осторожностью. Ту retention крибу, которая была, мы поставили тоже наверх, прямо над этой кокортной матрицей. Теперь у нас она образует, собственно, одну как бы единую визуализацию. И при этом у нас отдельные дни мы делаем не кривыми, а отдельными точками. И это нам позволяет... Ой, нет, нажал. Позволяет нам эти вещи подсвечивать. И можно сделать именно еще подсветку. Давайте ее добавим. Мне только сейчас пришла идея, что такую подсветку можно сделать. Соответственно, с... Это, по-моему, когордейс у нас будет. На retention curve будем подсвечивать дни. Вот таким образом можно эти дни подсвечивать и как раз смотреть какие-то конкретные значения. Также вывели подпись легенды в виде UTF-символов, что у нас эта линия – это средний retention, а каждый день теперь показывается в виде... Ну, каждый когорд показывается в виде отдельной точки. Это более удобно, потому что мы можем видеть, есть ли какие-то выбросы. Здесь все точки лежат очень кучно, и поэтому никаких проблем нет. Но, возможно, есть какие-то ситуации, когда был какой-то сильный разброс. Ну, здесь видно такие данные, что этих разбросов нет. Ну, это и хорошо. То есть мы видим, насколько кучно эти точки тусуются. Если бы их было еще больше, можно было бы сделать житеринга немножко. Но в целом и так довольно неплохо. Ну, и у нас получился такой общий один большой блок. То есть у нас теперь и когорда, и кривая работает как одна большая визуализация. Это получилось удобно. Для того, чтобы сконсенсировать внимание, что у нас сейчас выбрано, какое конкретно приложение, и какая конкретно активность. Кстати, наверное, лучше будет логично. Похотник местами. Был вытащенный фильтр вот сюда вот прямо в этот угол. То есть мы не пропустим, что же мы, на что мы смотрим. Мы не пропустим, что у нас сейчас выбрано. При этом здесь использовался очень классный лайфхак, который многие не знают. Можно вытаскивать фильтры, именно экшн-фильтры. То есть здесь были вытащены именно вот эти фильтры, которые экшн-фильтры. Видите, написано экшн в скобочках N. Это приложение. А отсюда, вот с этого листа, я вытащил, соответственно, обратный фильтр экшн-активити. И в чем эта крутость? Того, что когда вы кликаете ваш экшн-фильтр, вот этот, видите, здесь тоже все меняется. То есть мы можем управлять и как нам привычно обычным способом, как привыкли все люди. Так можем и это делать с помощью клика. Единственное, что надо не забыть эти экшн-фильтры применить к, ну, например, нам надо не ко всем, нам надо применить их ко всем на листе. И обратно. И тогда мы будем... Это будет выбираться и таким образом, и таким образом. Только надо не забывать, опять же, убрать лишние фильтры, которые у нас здесь остались от старого значения. оставить только экшн-фильтры. То есть таким образом мы позволяем пользователю использовать и одновременно наши экшн-фильтры, и обычные, как бы привычные, выпадашечные фильтры. Это очень-очень удобно, и мало кто знает, что так можно делать. В целом, вроде бы, это все изменения. Ну, и чисто технически была переделана полностью верстка. То есть теперь она у нас... Есть только один наш скрытый контейнер, в котором есть флоутинговый, в котором есть документация. И дальше все собрано уже в хорошем способе, без использования тайлда. Ну, я бы здесь зафиксировал размер этого нашего дешборда, сделал бы его каким-нибудь рейнджевым, например, там от 1200 до 1600, что-то из этой серии. В целом, это все. Как говорится, оставляйте ваши комментарии, чтобы вам понравилось, что не понравилось. Не забывайте, что мне можно прислать какой-нибудь ваш дешборд с анонимизированными данными, который я смогу бы я делать примерно таким же образом, и увидеть, где, как его, что мне можно улучшить. Здесь коллеги, кому помогал с этим дешбордом, остались очень супердовольны и используют это в Prode. Уже переделали так же дешборд, как я им порекомендовал. Всем удачи, любите дешборды, увидимся с вами дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!